Привет, друг! И это второй урок по Redshift Render. Сейчас ты, возможно, задаешься вопросом, а как я буду работать, не зная Cinema 4D? Помимо того, что в полноценном курсе я рассказываю обо всем, включая фишки Cinema 4D, тебе важно понимать суть. Cinema 4D это очень обширная программа, супер обширная программа. И все, что в ней находится, и то, что можно делать, это безграничные возможности. Но не всегда необходимо залезать так далеко. То же самое, что учить все программы, которые понавыпускали разные компании. Достаточно знать одну, ну для того, чтобы пересаживаться, или в принципе использовать один инструмент для определенных целей. Ну, если ты не фанатик какой-нибудь, или коллекционер. Нужно понять, что конкретно необходимо, чтобы пользоваться другими инструментами. Под другими я подразумеваю именно Redshift. Если Redshift это программа, которая позволяет визуализировать любые 3D-объекты, соответственно, тебе необходимо знать, как управлять этими объектами. Позиционировать их, знать некоторые фишки. Допустим, что все объекты состоят из полигонов, которые можно менять, редактировать и так далее. Если ты будешь знать моделирование, конечно, это будет огромный плюс для того, чтобы создавать свои вещи. Но ты можешь визуализировать уже даже то, что есть на просторах интернета и в нашей базе. А также коннектиться с крутыми моделлерами и визуализировать их работы. Вот что тебе нужно конкретно знать, чтобы особо не ущемлять себя в пользовании самого Redshift. Давай просто по порядку буду рассказывать, а ты записывай там куда-нибудь. Между собой эти функции либо могут пересекаться, либо нет. Но это не конкретная последовательность чего-то. Управляй камерой с помощью вот этих кнопочек вращения, приближения и позиционирования. То же самое ты можешь делать с помощью сочетаний клавиш Alt плюс левая кнопка мыши, средняя и правая кнопка мыши. Средняя это колесико, конечно же. Окей, начали вращать и перемещать. Что конкретно мы вращаем? Мы перемещаемся между нашими объектами, которые мы можем позиционировать. Мы можем перемещать наши объекты, ну то есть позиционировать точно так же, вращать и масштабировать с помощью осей. Вот этих кнопок. Вся синема очень интуитивно и наглядно выражена с помощью различных картинок, иконок и так далее. Просто размещаем разные объекты с помощью этих манипуляторов и все. Далее тебе обязательно встретятся понятия полигоны. Полигоны мы можем включить в меню нашего превью в закладке дисплей. Далее выбираешь режим шейдинга. Например, если ты хочешь выбрать режим сетки, то есть видимость этих полигонов, нажимаем на Guard Shading Lines. Вот теперь мы видим всю нашу сетку и структуру самих моделей. Теперь будем перемещаться между ними для того, чтобы лучше или детализирование видеть наши объекты. Справа мы видим горячие клавиши, которые необходимо нажимать последовательно. Допустим, первый режим N плюс A. Нажимаем это по очереди, и мы переходим автоматически в этот режим. Ты можешь выписать их, чтобы быстрее ориентироваться. В дальнейшем вся эта писанина тебе не понадобится, так как это все быстро запоминается. Когда мы перешли в режим полигонов, то нажимаем какой-нибудь объект. Слева у нас есть режим редактирования, где ты можешь корректировать либо точки, либо грани, либо сами полигоны. И когда ты нажимаешь какой-то определенный полигон, или ты хочешь выбрать точку, то далее ты сможешь каким-либо образом ее передвигать. Таким образом, ты можешь подредактировать какую-либо модельку, как тебе это необходимо. Если у тебя сейчас нажат инструмент Move, то после него, по пустому месту нашего превью окна, мы можем нажать правой кнопкой мыши, и у нас откроются дополнительные инструменты. Все эти инструменты, если ты не хочешь моделировать, и тебя это не привлекает, знать не обязательно. Вот, например, инструмент Brush, который позволит тебе перемещать модельку, редактировать ее и так далее. Ну смотри, когда мы открываем какой-либо инструмент, то он появляется у нас в быстром выборе, вот здесь справа, после инструментов позиционирования. И после того, как ты нажимаешь на какой-либо инструмент, вообще не важно на какой, справа снизу всегда появляется то, с помощью чего можно будет этим управлять. То есть даже если мы нажмем на режим позиционирования, то справа мы увидим конкретно элементы, с помощью чего и происходит само передвижение. Там очень много фишек, здесь просто не заморачивайся и прими именно то, что я тебе рассказываю. Так вот, если нажать на этот Brush, то мы можем выбрать здесь, допустим, Радиус, Силу воздействия и Мод режимы, которые будут использоваться для редактирования твоей сетки. Ну здесь, думаю, разобрались. Ты в любом случае можешь спрашивать в нашем Телеграм-чате, ну, знаешь, вопросы, которые тебе интересны, допустим, по твоему примеру, фишкам и так далее. Наши команды, ребята в чате, всегда смогут тебе ответить. Ну, конечно, если это не вопрос по установке программы, там этого завались. Если мы нажмем на какую-то конкретную модельку, то также справа в нижнем углу мы увидим различные параметры настройки. Здесь же имеются подвкладки Basic, Координат и Фонг. После Basic и Координат всегда идут какие-то теги, которые можно настраивать. Не все теги кидаются в эту настройку. Например, тег материала. Там очень много настроек, они сюда просто не влезут. Но Фонг – это тег, который позволяет сглаживать нашу сетку без видимости самих полигонов. Это работает чисто визуально. Ну, допустим, нужно для рендера, если ты не хочешь создавать какие-то лоу-поли модельки, как, например, наш Крокодил в данном случае. Так, ушли немного о темы. Дальше, в Координат ты можешь управлять перемещением, вращением и масштабированием нашей модельки, которые ты скачаешь или создашь. Нет понимания о том, как их можно будет редактировать, добавить им каких-то определенных функций, ну, что-то в стиле, а, добавить еще полигонов или фаску. Как-то так. Как раз те объекты, которые могут это делать, называются примитивы. Они находятся вот здесь. Это различные объекты, которых достаточно для того, чтобы собирать какие-то формы и экспериментировать с ними в дальнейшем. Вот тут и создаются вот эти все эвридейки с кубиками, шариками и так далее. Все это даже здесь может выглядеть офигенно, если ты хочешь потренироваться. Так, что у нас здесь еще? А, давай по слоям. Слои – это не иерархичная среда. Если не делать определенные движения, конечно. Если возьмем какой-нибудь фотошоп или автор эффект, то там слои могут перекрывать друг друга в зависимости от приоритетности. Здесь же эта роль не играет, потому что это 3D. Ось Z здесь играет роль самого позиционирования, а не слоя. Ты в любом случае можешь подразделять все с помощью иерархии, когда заносишь один объект в другой. Тем самым, если один объект можно будет перемещать, то дочерний будет перемещаться вместе с ним. Ты точно так же можешь создать просто нуль объект, переименовать его и закинуть туда какие-либо объекты, чтобы структурировать все для удобства работы в программе. Да и это просто приятно выглядит. Я это как раз и сделал, чтобы тебе было удобнее. Также, но уже в основном курсе, я расскажу тебе вообще всю философию программы того, что где лежит. И как весь этот зеленый код превратить в девушку в красном платье. Ну ты понял. Поэтому, если тебе нужны настройки конкретно модельки, или выбрать у нее какие-то полигоны, и добавить только к ним материал, то у нас есть такие классные вкладки, как Select и Mesh, где есть определенные команды, которые позволяют тебе фристайлить и структурировать по полной. Но это уже не про рендер, так что давай приступим. У нас есть вот такая классная композиция с обезьянкой, крокодилом и самолетом, которые я выставил композиционным путем. Все модельки взяты из разных баз, для того, чтобы ты понимал саму возможность. Ну типа, как ты можешь что-либо создать или сделать, свизуализировать композицию, для того, чтобы ты понимал саму возможность. Ну типа, как ты можешь создать что-либо, а точнее свизуализировать. Модельки создавал не я, только выставил все это определенным образом. Так что, если ты не умеешь моделировать, это абсолютно не проблема. Но когда ты научишься все делать сам, это будет невероятно. Коннектись с другими моделлерами. Много кто умеет моделить, но не умеет классно визуализировать. Первое, с чем мы поработаем, это свет. Будем использовать уже настроенную композицию, для того, чтобы видеть результаты. Далее пойдем по материалам. Так, когда заходим во вкладку Redshift, можем потянуть ее за гребень и вытащить, чтобы не лазить сотню раз куда-то в определенное место. А также вытаскиваем сам свет, чтобы видеть все источники. Infinity Light, Point Light, Area, Dome Light, iOS, Portal, Physical Sun. Все эти источники работают по-разному. Нет такого понимания, что одна форма может вывести в разные стороны. И там дать ей какой-то объем. Нет, сама структура программирования этих источников сделана по-разному. Infinity Light способен создавать бесконечно векторный направленный источник света, который будет, допустим, корректировкой для чего-то. Point сделан, например, для лампочки. Spot Light – это прожектор. Area – какой-то мягкий и контурный свет, как ставят, допустим, софтбокс в фотостудиях. Dome Light – это объемный свет на 360 градусов, который ты можешь также скачать на сайте HDRI Heaven. Это бесплатный сайт, где ты можешь скачать любую HDRI. Я вот поставлю свою самую любимую, которую использую, наверное, практически везде. Вот как раз Dome Light и начнем. Создадим его и видим здесь кучу всяких разных параметров. Обязательно посмотри на вкладки, представленные поверх всех параметров, которые говорят, где ты конкретно находишься. Эта вкладка будет выделена. Если выделено несколько вкладок, это значит, что ты можешь нажать на одну, и только одна будет включена. Если будешь удерживать все остальные вкладки, то ты будешь выбирать разом все вкладки и листать их одновременно. Ну, это просто такой удобный способ. Бывает так, что иногда в некоторых вкладках мало функций. Когда мы спускаемся вниз, мы видим жуть. Хрен я когда-нибудь с этим разберусь. Да нет, эти голоса мешают, отбрось их. Все на самом деле очень-очень просто. В полноценном курсе я рассказываю про каждую вкладку, которая здесь есть. Про абсолютно каждую вкладку. Поэтому там и вовсе матрица не почувствуется. Здесь же мы быстренько пройдем по ним, чтобы ты понимал, что это не так уж и сложно. Мы видим три точки. Ты уже знаешь, что это значит в использовании самого компьютера. Нажимаем на эту кнопку, и у нас выскакивает проводник. Откуда ты сможешь найти скачанную тобой HDR-ку и закинуть ее. После того, как мы ее поставим, включаем наш рендер, видим, что он подействовал. И все источники света, которые находятся в самом рендере, все отражения, классно передаются всей композиции, которая присутствует на данный момент. Ты можешь перейти в координаты нашего домлайта и начать крутить наш свет так, как тебе это необходимо для того, чтобы настроить, к примеру, фон и само освещение. Снизу будут настройки яркости, изменения цвета, насыщенности и так далее. А также классная возможность, чтобы создать обычный фон. Его название Backplate, который будет статичным, и при этом освещение будет той HDR, который ты добавишь в строку Path, то есть путь. И еще важный прикол, что во многих структурах, программах, да не важно вообще, а в особенности в Cinema 4D, когда ты нажимаешь на какой-либо объект, то очень часто можно увидеть те же самые функции, ну если объекты похожи друг на друга, которые будут находиться везде в общем. Допустим, в источниках света есть такая вкладка, как Ray, Volume, Light Group и так далее. В Ray ты сможешь очень круто настраивать то, что будут видеть наши объекты, то есть будут ли они отражать, будут ли принимать свет и так далее. Бывает иногда так, что поставишь источник света и не хочешь, чтобы на нем так сильно бликовал сам источник. Ну давай я буду показывать все наглядно. Понижаем Glossy и наш источник будет постепенно убирать от себя все отражения. Но все это можно настраивать на определенные интенсивности. И это очень круто. С Volume, выкручивая его на определенную интенсивность, ты сможешь подсвечивать облака. Таким образом, при создании этих облаков, они будут видны только этим источником света. Ну и настройка теней, где ты можешь в некоторых источниках смягчить или повысить его непрозрачность. Давай осветим только нашу машину с использованием разных источников света. Возьмем контурный свет с помощью Area Light, допустим с двух сторон. Чтобы выглядело классно. Используем Point Light для того, чтобы осветить вот эти трубы. Да. Создадим блик. Покрутим еще как-нибудь Dome Light и смотри, мы уже имеем классную композицию, которую можно немножко доработать и выводить. Отключим Dome Light и смотри, как источники света и вообще в принципе окружение начинают себя вести. В интернете есть огромное множество того, каким образом можно выставлять источники света так, чтобы достичь определенной атмосферы или акцента на что-то. Все источники света и вообще понимание как происходит программный рендер очень сильно близок к реальным свойствам. Потому что рендер Redshift имеет Global Illumination, который работает очень быстро, давая возможность сцене отражать по той же комнате свет так, чтобы все лучи падали именно в те места, ну знаешь как в реальной жизни. Допустим от стекла в стену, потом в другую стену, потом куда-то вниз и все это будет преломляться и очень классно выглядеть. Вроде бы нет ничего сложного. Давай еще немножечко по воле. Смотри вверх, то есть в Redshift Object и у нас присутствует Redshift Environment, который позволяет регулировать объемные лучи света или полностью весь свет. Таким образом можно создавать туман или лучи бога. Нам достаточно выбрать источник света в виде прожектора. Добавить Redshift Environment и вот здесь крутить разные значения. Скиттеринг это интенсивность, а Тенэшн глубина и фаза. Это когда ты смотришь на свет лицом к нему или сзади него. И вот как раз есть у нас классная тема, называется Fog. Это туман. Когда ты добавляешь у него высоту, он сопряжается с настройками оттенейшн и фазы. Естественно, этот эмиссион тебе стоит поставить на тот свет тумана, который ты хочешь регулировать так, как тебе это нужно. Туман идет по мировым координатам. Если ось находится в центре, то и туман начнется примерно оттуда. Вот такая классная штука. Все это хорошо работает в связке, когда ты ставишь предмет перед источниками света. Или, допустим, точно так же, какие-то атмосферные тюремные сцены, где свет попадает через решетку. Отлично! Это базовые основы нашего света, и с помощью этих знаний ты уже можешь делать какие-то классные композиции. Самое главное, поглядывай на рендер и смотри, что получается. Далее у нас идет камера. В данном случае у нас имеется пять различных камер. Я больше чем уверен, что остальными четырьмя ты вряд ли когда-то будешь пользоваться. Но для специфичных случаев они нужны. Фишай. Как из этого названия говорится, это рыбий глаз. Позволяет создавать структуры в стиле GoPro. Экшн-камера. То есть наша композиция огибается под широким углом, но с сильными деформациями. А остальные предназначены, например, для создания HDRi и стерео-режима для просмотра в 3D-очках. Чем камера редшифта отличается от обычной? Ну, только тегом. И в данном случае, когда мы просто создаем обычную камеру, данного тега не имеем. Точно так же мы можем нажать правой кнопкой мыши и добавить этот тег самостоятельно. Что делает этот тег? Давай нажмем на него и видим здесь кучу разных параметров. В основном эти параметры связаны с тем, что у нас есть в рендервью окне. На самом деле, даже если сравнить заголовки, можно заметить те же самые названия, а в стиле лут, color control, exposure, bloom, flare и так далее. Но нас интересует в данный момент баке. Это глубина резкости. Позволяет размыливать объекты вблизи и вдали в зависимости от того, как ты все это настроишь. COC Radius это не интенсивность. Это то, насколько сильно будут изменяться расстояния между размыленностью. То есть, чем больше интенсивность этого параметра, тем сильнее будет размытость изображения спереди и сзади. И тем меньше будет расстояние в фокусе. Таким образом, например, можно получать картинку, когда ты делаешь рендер каких-то игрушек, и там фокус должен быть гораздо-гораздо выше. Потому что если ты поместишь телефон и отснимешь объект, он будет в макросъемке. Это примерно то же самое. Power это как раз размыливание интенсивности влияния всей глубины. Отлично. Блин, это только одна сотая всей информации от того, что уже рассказано в полноценном курсе. В самой же камере настройки все те же самые, что и в обычной. Понимание, что у тебя есть линза, то есть, допустим, 50 миллиметров, ты можешь выставить его здесь и получишь те же самые результаты. Ну а чтобы боке у тебя работал в определенном месте, у тебя есть внизу такой параметр, как фокус дистанц. Выставляешь его, и все это можно анимировать. Достаточно переместиться бегунком в определенное место, нажать на фокус дистанц на кругляшочек, который находится слева. Переместиться в другую область, изменить какие-то значения, к примеру, тот же самый фокус дистанц, нажать еще раз эту точечку, вернуться обратно, нажать play и увидеть, что будет происходить. Это мы поставили ключи кадров, а такие якоря, конкретно где находятся определенные значения. Рендер не может воспроизводиться в реальном времени, потому что те просчеты, которые происходят, гораздо сложнее, чем в реал тайм рендерах. Если ты не знаешь, что это такое, пока что не парься. Я думаю, что можно переходить к следующему уроку. Давай разберем материалы и посмотрим, какие вообще существуют материалы и что нас ждет в дальнейшем.